Согласно штатному расписанию, все погосты обслуживают 16 смотрителей. В рамках своих должностных обязанностей, каждый из них ежедневно проводит осмотр на предмет поддержания порядка и содержания территорий. Для оказания муниципальных услуг населению в сфере погребения похоронного дела в Одинцовском городском округе работает 4 офиса МКУ службы кладбищ. В офисах работают 9 главных специалистов. Услуги оказываются посредством личного приема, а также путем обработки заявлений, поступающих в систему РГИС, поданном через МФЦ или порталы государственных услуг. На совещании в администрации подняли вопрос об акте массового вандализма на Игнатьевском кладбище. В ночь с 4 на 5 апреля злоумышленники похитили там 13 памятников с мест захоронений, а еще 20 надмогильных сооружений демонтировали и подготовили к отправке. Действовали организованной группой. Памятники достаточно тяжелые. В среднем памятник, который 13 вынесли, весит где-то в районе 150-200 килограмм, как минимум это 4-5 человек. После обнаружения инцидента незамедлительно был вызван наряд полиции и подано заявление. Совместными силами сотрудников кладбища и правоохранительных органов воры были задержаны. Они уже дают признательные показания. На встрече также проработали методы предотвращения подобных ситуаций в будущем. Установить на всех кладбищах систему видеонаблюдения безопасный регион. Второе. В качестве дополнительной меры рассмотреть вопрос по установке постов охраны на кладбищах. Но здесь нужно подходить точечно. Выйти с предложением в управление МВД Одинцовского городского округа о возможности внесения изменений в маршруты ППС в части объезда в ночное время территории кладбища. Глава округа поручил профильным службам прописать программу на 2023 год по модернизации системы безопасности на кладбищах и другим мерам поддержания правопорядка. Видеонаблюдение, пост охраны. Возможно, для того, чтобы привести все кладбища к стандарту Подмосковья, нужны еще какие-то будут затраты по благоустройству территории, по земельным участкам, по парковкам, подъездным группам. Все это в этот план нужно включить. Также на сегодняшний день все общественные кладбища в Одинцовском округе подготовлены к дням массовых посещений, приуроченным к православным праздникам Радоницы и Красной Горки. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.